Привычные кислородные баллоны используются повсеместно, но не всегда удобны и безопасны. Решение станции с жидким кислородом. Губернатор поддержал идею. Торги прошли 23 ноября. По условиям договора поставить необходимое оборудование в течение месяца должна была Самарская Линда Газ. Но в связи с тем, что мы сработали очень оперативно, мы буквально за две недели выполнили все фундаменты, устройства фундаментов, а перед этим оперативно были выполнены проектные работы по трем объектам. Это наша областная больница, куда будут входить и обеспечивать кислородом три корпуса. Это семиэтажный хирургический корпус, роддом и второй корпус областной больницы. Это госпиталь ветеранов Великой Отечественной и Уническая ЦРБ, новый открывшийся госпиталь. Для обеспечения пациентов госпиталя Брянской областной больницы номер один ежедневно необходимо 300 баллонов в день. Общая потребность региона – порядка 1500 баллонов. 19 декабря первые цистерны вместимостью 11 тонн газа прибыли в областную больницу. Две бригады Брянской компании-подрядчика сработали оперативно и качественно. Емкости, кислородные испарители и другие детали в Брянскую область из Самары доставили два больших тяжеловоза. К этому моменту основная часть работ проделана. Осталось смонтировать кислородопроводы к распределительному пункту больницы, откуда кислород уже поступит к нуждающимся. Каждая из цистерн заменит 2000 традиционных баллонов. Запаса газов не хватит на неделю. Немецкая фирма обеспечит надежные поставки кислорода в Брянск. До нового года по новой схеме начнут лечить кислородозависимых пациентов инфекционного госпиталя, а следом и больных из госпиталя для ветеранов. С кислородом все было хорошо, но для этого включался арсенал еще дополнительных сотрудников, которые 24 на 7 пополняли кислородный запас, пополняли эти баллоны. То есть необходимо было постоянное присутствие, скажем так, на рабочем месте в случае возникновения какой-то ситуации. Данная станция, мы очень надеемся, что она позволит несколько освободить обслуживающий персонал инженеров, кислородную службу от ежеминутного участия в лечебном процессе. В Уничьи емкости прибыли 24 декабря. Одна на 6, другая на 9,5 кубометров газа. В госпиталь ветеранов суммарно на 19 кубов на подходе. Все финансируется из областного бюджета, а это более 24 миллионов рублей. На территории России таких емкостей больше в наличии нет. Поэтому фирма-подрядчик приобретала их в Чехии. С самого первого этапа, разработки проектной документации, получения всех необходимых согласований и доподачи кислорода в палаты, немецкие специалисты выверили каждый шаг и непрерывно сопровождают все этапы. Эти емкости криогенные, они это сосуды, которые работают под большим давлением. Это опасный объект, низкая температура. Изготавливаются вот нам, например, сейчас на Унеческую ЦРБ доставили емкости из Чехии и вторая емкость прямиком из Германии. Когда мы смонтируем, приедут пусконаладчики, которые сделают подключение, пусконаладку, обучат персонал и в принципе где-то в январе месяце, в середине января уже полноценно будут работать два учреждения. На сегодняшний день дефицита в кислороде нет, но поставщиков, готовых обеспечить такое количество баллонов и вовремя заправлять их ежедневно кислородом, в Брянской области и во всей стране единицы. А задача власти ни в коем случае не допустить сбоя поставки кислорода, так необходимого для пациентов в ковидных госпиталей. Новые криогеновые емкости для жидкого кислорода, собственно, и станут подушкой безопасности для лечения тяжелой и опасной болезни.